Год назад на границе нового поселка из советского района Новосибирска произошла серьезная авария, прорвало канализацию. Тогда жителям на несколько дней запретили купаться в Обском море из соображений санитарной безопасности. Часть воды из прорванной канализации стекала в сторону Обского водохранилища. Сегодня стало известно, что прокуратурой Бердска установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию этого коллектора. Прорыв произошел на коллекторе диаметром 800 мм. Он находится на балансе Бердска. За этот участок отвечает комбинат бытовых услуг. Аварию тогда связывали с изношенностью сетей. Была просто врезка в коллектор 800-ку. Потом ее отрезали. Почему отрезали, я не знаю. И вот сколько я... Никто на этот вопрос ответить не может. И вместе вот это... Там, где отрезали, 200-ку трубы, по стыку появилась вот эта течь. Выход из ситуации – это замена трубы. Необходимо было поменять 8 метров магистрали. В октябре приняли решение сделать бетонный саркофаг вокруг ветких труб, укрепив свод коллектора. При этом отключать воду в Бердске не стали. Как сегодня рассказал директор комбината бытовых услуг Анатолий Пронюшкин, на работу необходимо провести глобальный проект нового коллектора длиной 10972 метра на стадии проработки. Там сложность в том, что он будет проходить по территории нескольких хозяйствующих субъектов. Из них самая сложная – это железная дорога 2600, Сибу, управ, автодор 4 километра, Верхнее Пскове, бассейновое направление 1050 метров. То есть вот мы сейчас для того, чтобы начинать делать проект, необходимо со всеми этими, вот то, что я назвал, но это основные, которые нужно будет либо сервитут оформлять, либо еще что-то делать. А между тем стало известно, что в городской суд поступил иск от прокуратуры. В прокуратуре города Берск установлен факт надлежащего исполнения обязанностей по содержанию канализационного коллектора системы Берск Академгородок. Так, на некоторых участках коллектор выполнен в одну нитку, а согласно требованиям закона должна быть обеспечено наличие дублирующей нитки коллектора. Дублирующая нитка необходима для того, чтобы имелось возможность осуществить ремонт и обслуживание одной нитки, пока переток канализационных стоков осуществляется по второй нитке коллектора. В связи с ее отсутствием, во-первых, затягивают сроки осуществления ремонта, во-вторых, остановка перетока сточных вод по единственной нитке коллектора возможна только путем отключения воды жителям некоторых районов города Берск, что нарушает их права потребителей. А также установлено, что на некоторых участках коллектора нет сооружений для приема сточных вод при опражнении коллектора, из-за чего опражнение коллектора в случае возникновения необходимости его ремонта осуществляется прямо на рельеф местности. И таким образом, неочищенные сточные воды попадают в Берское водохранилище. По данным фактам, прокуратурой города подано исковое заявление к администрации об устранении вышеуказанных нарушений. Сейчас иск находится в суде на рассмотрении. Продолжение следует...